Бескомпромиссное христианство Бескомпромиссное христианство Мы видим его в деяниях апостолов Мы видим, когда христиане имели силу Когда они собирались, то земля просто дрожала Мы видим, сколько чудес Бог совершал через них Мы не видим такого сегодня Мы, может быть, слышим, где-то что-то происходит И, скорее всего Но мы не видим в таком объеме Такой силы, такого излияния и такого действия от Бога Как бы воздаяния Божия На молитву на чью-то Как это было в первые дни церкви Но в чем разница? Первые христиане Это люди, с которых началось все Это ученики Иисуса Христа Это были самые обычные люди Они были взяты из среды самых обычных людей Не было ничего такого, знаете, никого даже не взяли из королевского дворца Самые обычные профессии, самые обычные люди Были взяты Они были взяты для того, чтобы жить с Богом И когда ты живешь с Богом Ты учишься у Него Иисус открывал им Отца Он являл им Отца И они учились от Него Все три с половиной года И с них и началась церковь Он их обучал специально Он с ними проводил дни и ночи Утро и вечер Все сезоны Он постоянно был с ними Для чего? Для того, чтобы они учились у Него Одно дело, когда ты слушаешь Пастор в церкви тебе говорит Проповедь сорок минут Ты уходишь, все Ты не видишь его жизни Ты не знаешь, как он живет Ты не знаешь, чем он занимается Чем он дышит Где его интересы Где его сердце и так далее Ты просто услышал проповедь Но другое совсем Когда ты живешь и ты видишь Конечно, мы знаем, что существуют библейские школы И это очень хорошо Если у вас есть возможность Поехать в какую-то библейскую школу И учиться там Учиться не просто в классе сидя А как семья жить Вместе общение, притирание Вместе любовь Вместе прощения просить Знаете, это очень большое благо Это очень большой плюс У меня была такая привилегия Жить с братьями и сестрами И в библейской школе И всему учиться Притираться и все Это не была идеальная школа Это не были идеальные братья и сестры И не было идеальных условий Но мы были вместе И у нас была цель одна Познать Бога Научиться Научиться Такой голод и жажда была Научиться Знать больше Просто проникнуться Недостаточно Тебе говорят Да чего ты такой беспокойный Иди просто ходи на собрание Ну послушайте Собрание это хорошо Ну а что если собрание недостаточно Это не то, что говорят Что не ходите на собрание У тебя уровень твоей жажды Выше, чем воскресное собрание Уровень твоей жажды Выше, чем молитва по средам По пятницам Оно выше у тебя Тебе просто хочется туда Унестись И если у вас есть такая жажда Есть такая возможность Обязательно езжайте Это незабываемый опыт Итак Иисус взял в себе учеников Из всяких Из обычных людей И показывал им Он жил Он общался Он учил И они у него научились Одному очень сильному качеству Очень, очень Качество Которое сегодня На вес золота И я бы даже сказал Что еще и дороже Это бескомпромиссность Колоссянам 1.13 Я специально прочитаю это место Для того, чтобы мы видели разницу Здесь говорится Избавившего нас от власти тьмы И введшего в царство возлюбленного сына своего Господь Избавил нас от власти Власть тьмы Контроль Был потерян Над нами В тот момент Когда мы родились свыше Мы перешли Таким образом Мы родились в Божьем Царстве Мы перешли Тело наше осталось прежним Но наше сознание И наша принадлежность Теперь заявляет Что мы дети Божьи Мы не просто грешники Мы не дети сатаны Мы дети живого Бога У нас не все еще получается Но статус у нас уже поменен Мы находимся На территории Царства Божьего И общего у нас больше С тьмой Ничего нету Поверьте И у нас больше нету компромиссов У нас больше нету сделок со тьмою Мы не вспоминаем прошлое Каким бы оно хорошим Или плохим не было Единственное Мы можем вспомнить Чтобы воздать славу Богу Кем я был И кем я стал Единственное Мы не наслаждаемся прошлом Послушай Если ты наслаждаешься прошлом Тебя тянет туда Значит ты не познал Свое настоящее Значит ты еще не познал Христа Раз ты еще смакуешь прошлое Что такое компромисс? Компромисс это своего рода сделка Это как будто договор Ты пошел навстречу Вот Петр Он пошел на компромисс Когда он вышел из лодки Там было четко приказ Это было такое от Иисуса повеление Иди В этот момент ты не должен сидеть Если тебе Господь сказал Иди Ты допросился у него Ты молился Ты искал ответ И тебе Бог ответил И ты Сейчас услышал Четкое слово Иди Грех тебе сидеть Это уже будет не послушание Так же как грех был Богатому юноше Которому Иисус четко сказал Что сделать А он сказал Не я не согласен Не могу так Он же его допросил Этот богатый юноша Допросил Иисуса Просто Он даже не удовлетворен был Заповедями Представьте Юноша Юноша Сколько это лет Это лет 16-17 Это юноша 18 возможно И представляете Иисус ему говорит Соблюдай заповеди А знаете что он сказал Я от юности моей Соблюдал все заповеди Юноша в юности Говорит Я от юности Как будто он уже такой Взрослый человек Прожил всю жизнь И он говорит Нет Мне этого недостаточно Я хочу глубже Бог я хочу глубже Тебя познать Иисус говорит Окей Ты сам спросил Теперь я тебе отвечу Послушайте Бог не говорит Подряд всем Делай то Делай то Делай то Но часто Наша жажда Она побуждает Нас молиться Богу У нас есть Неудовлетворение И у нас есть Интерес И Бог Когда знаете Решит ответить нам То с нашей стороны Будет очень немудро Проигнорировать И вот Петр Он слышит четко Из тьмы Из темноты Он узнал голос Иисуса И он хочет Удостовериться Что это Иисус Иисус говорит ему Иди И знаете что он сделал Он сразу же вышел Из лодки Без сомнений У него была сильная вера Все взаимодействовало Получилось чудо Получилась эта реакция Которую так ждал Петр Как многие верующие ждут Когда же я буду Слышать Бога Когда у меня начнутся чудеса Вот у Петра Начались чудеса Его вера сработала Но он пошел На компромисс Он пошел На компромисс С дьяволом Потому что дьявол Поднял весь этот шторм Дьявол поднял Этот ветер Этот был сильный ветер Он всегда будет Закидывать Неверующие люди Люди Которые живут без Бога Они не просто идут На компромисс С дьяволом Они у дьявола В кармане Вторая глава Эфесянам говорит Что мы некогда жили По воле Князя Господствующего В воздухе Сатаны Если я живу По его воле То это даже Не обговаривается Не рассуждается Так что Я иду на компромисс Я раб Я живу по его воле На компромисс Идут свободные люди Которых начинают Уговаривать Разводить Поэтому Это проповедь К верующим В основном Это к верующим людям Которые Последовали За Иисусом Христом И Петр Он Пошел на компромисс Он переключился Он начал Свое внимание Отдавать Теперь Посторонним вещам Никому Свое внимание Не отдавай Никому Свое внимание Не отдавай Как только Ты будешь Внимательно смотреть Что-то еще Какие-то еще документы Какие-то еще Там Ты будешь Отвлекаться Твоя вера Будет рушиться Тебе нужно смотреть Только на Христа Если бы Петр Только на Христа Смотрел Он бы дошел До него Они бы обнялись Они бы вместе Прославили Бога Но получилось так Что он не дошел До Христа Что он начал тонуть И я думаю Что Иисус Просто добежал И Петру Протянул руку И вытащил его Опять поставил на воду Но это работала Вера Иисуса Петр снова стоял На воде Это было невозможно Потому что Он тонул только что Иисус вытащил И написано Они оба вошли в лодку Оба вошли в лодку Шли Снова Но это уже работала Вера Иисуса Христа Петр в этот момент Был полностью подавлен Он был разочарован Он был расстроен И плюс еще Иисус его Знаете Отругал еще И сказал Зачем ты усомнился Маловерный Зачем ты усомнился У тебя все нормально Получалось Зачем ты пошел На компромисс Зачем Сегодня Ты верующий Идешь на компромисс Мы знаем Внутри У нас есть Дух Святой У нас есть свидетельство От Бога Что так делать Не надо Но мы этот голос Глушим И легко делаем Есть много вещей Где мы Голос Бога Уже затушили Мы затушили Идти на компромисс Значит Уступить тьме Идти на компромисс Это означает Вот Бог тебе Открыл свою волю Он дал тебе жизнь Но жизнь Он дал тебе Вместе с Ним Он не дал тебе Независимость Послушайте В момент нашего Покаяния И рождения свыше Бог никому Не дарит Независимость Потому что Человек Не является Независимым Творением Такого нету Человек может быть Свободным В выборе Но выбор Невелик Выбор какой А и Б Черное и Белое Вот твой выбор Это не то Что ты выбираешь Как выбирает Бог Бог является Независимой Личностью Это единственная Личность Которая во всей Вселенной Является Независимой Это Господь Бог Даже дьявол Является Полностью Зависит от Бога Что Бог Захочет То с ним будет Компромисс Это сделка Это когда тебе Дают предложение От которого Ты отказаться Не можешь Если ты откажешься Ты либо потеряешь Помните Как Написано Когда Иисуса судили Его арестовали Его привели к Ироду А Ирод потом говорит Не, давай его К Пилату лучше И в общем Играли в футбол И написано В тот день Ирод и Пилат Сделались Друзьями На фоне Распятия Иисуса Они сделались Друзьями Они шли на Компромисс Помните Пилат пошел На компромисс С народом Это был Довольно-таки Неглупый человек Это был Правитель Он видел Иисуса Он видел Иудеев Этих Шакалов Он видел Он видел Что они Из-за зависти Его предают Он спросил В чем он согрешил В чем вина его И они Какую-то нелепость Вообще говорили То за что Невозможно Человека просто Наказать Кто меня осудит Сегодня Если я выйду На улицу И скажу Я Бог Мне даже Полицейские Ничего не сделали Никто Просто Человек Просто сказал Ну и что Как можно судить За то Что человек Не делал Как можно Человека Судить за то Кем он являлся Как Это нарушение Закона И мы видим Что Пилат Нарушает закон Нарушает закон Не за что Иисуса Ни одно Ни одно Лжесвидетельство Которое находили Лжесвидетелей Послушайте Дорогие друзья Никогда не Лжесвидетельствуйте Не занимайте Место тьмы Не идите Не против Какого человека Не занимайте Не будьте Этими Шакалами Которые Знаете На бедного льва Напали Есть такие ролики Знаете Там напала Стая шакалов И все готовы Кусать И они сразу Вспоминают Ооо этот лев Однажды Однажды Там что-то сделал Мне Они такие Все Знаете Они такие Сами по себе Маленькие Беззащитные Как бы Знаете Такие Они боятся Но когда они кучей Они нападают На одного И они начинают Кусаться Вообще Никогда в жизни Таким не занимайтесь Не занимайтесь Не будьте Шакалами Не нападайте Ни на одного Человека Не Сплетайтесь С грязными Нечистыми людьми Которые Замышляют Какие-то Замыслы Заговоры Подговоры Никогда Не делайте Это Давид Таким Не был Иисус Таким Не был Ученики Такими Не были Но против Иисуса Они постоянно Злоумышляли Давайте Убьем Его Давайте Давайте Найдем Уже Свидетеля И каких-то Там Не знаю Находили Странных Людей Которые Там Что-то Выходили Говорили Фууу Такой Правитель Говорит Да это Это же чушь Это же Недостаточно Чтобы судить Я в общем Отпущу вам Иисуса Нет Не отпускай Мы сейчас Постараемся Мы найдем Ему вину Понимаете И тогда Что Они стали Манипулировать Пилатом Они стали Манипулировать Как рычагами Дьявол Он если тебя Не может Договориться С тобой Он начинает На тебя Давить И они Надавили На слабое Место У Пилата И Пилат Говорит Я сделаю Как вы хотите Это ваше решение А я умываю руки Видите Он показывает Я с этим решением Как бы не согласен Но иду с вами На компромисс Я знаю Что вы грязные Вы ничтожные Вы просто Дети дьявола Но я иду Только Чтобы удержать Свой трон Только для того Чтобы не было Восстания В стране В моем городе Мне это не нужно Потом у меня Проблемы будут Я иду На сделку С вами И он пошел На компромисс Жена Подошла Говорит Передала ему Что не делай Этому праведнику Ничего Почему он С ней не пошел На компромисс Я думаю Он испугался Да и он и сам Был зрячим И видел Что Иисус Ничего не делал Он добрейший Человек Он людям Помогал Так почему же Все восстали Против него За компромиссом Стоит Дьявол Всегда Стоит тьма Я видел Я сам Это переживал Когда масса Людей На тебя Нападает И ты не можешь Понять Что такое Почему Ведь я же Ничего плохого Не сделал Я понимаю Там плохое Что ты сделал Ничего плохого Но на тебя нападают Начинают кусать Тебя прям И ты понимаешь Что это дьявол Он Он действует Через людей Которые позволили Дали слабину И он через них Начинает кусать Он бешен Он не дает людям Покоя И вот он Отдает приказ Раз пять Иисуса Бить его И раз пять Это уже нарушение Надо либо бить Сорок ударов Либо раз пять А нельзя давать два Сразу Наказание То есть полное Шло нарушение Почему Потому что народ Потому что иудеи Потому что священники Священники Представьте Священники Они должны были Поклониться Иисусу А они его убили И возбудили весь народ Потому что они с Богом Не имели ничего общего И таких священников Полно Которые просто Пошли на компромисс На сделку с дьяволом Это будет самое большое Наказание Не убийцам и маньякам А вот таким людям Христос Центр христианства И он никогда Ни с кем Не шел на компромисс Иисус Никогда Никому не уступал И ни с кем Ни о чем Не договаривался Он четко знал Волю Отца И поэтому Он миновал Всю религиозную систему Политическую систему Он принес Царство Божие На эту землю И он ни у кого Разрешения Не спрашивал Потому что Его послал Отец Для него это ясно И вот когда Ученики Первая церковь С чего началась С группы учеников С группы людей Которые были с ним 300 Сколько там Почти тысячу дней Непрерывно были с ним В общении Они смотрели И они научились от него Этому важному принципу Никогда Не идти На компромисс Как только ты пошел На компромисс Ты проиграл Компромисс Это маленькая доза яда Это маленькая доза Как много людей Попробовали первый раз наркотик Это они пошли на компромисс Они слышали Что не стоит это делать Не стоит это пробовать Но они пошли на компромисс Их уломали Давай, давай Сейчас закинешься О, сейчас так вообще классно И все Он пошел на компромисс Он так переживал сам Не хотел Но попробовал И вся жизнь под откос Вся жизнь под откос То же самое с алкоголем Я не говорю сейчас о неверующих Я говорю о верующих Которые просто Систематически употребляют алкоголь Вы даете место дьяволу Вы даете место дьяволу А ему только дай место И вы покойник Вы не знаете, что вы уже покойник Вы уже покойник С самого начала видно К чему приводит компромисс Ева пошла на компромисс Первый компромисс Ева пошла на компромисс Со змеем И умерла Адам пошел на компромисс С мертвой Евой И умер Тоже умер Потому что Бог сказал В день, в который вы вкусите От этого дерева От этого плода Смертью умрете И когда Адаму уже предлагали Это не была уже та Ева Которая была только что Это была уже Духовно мертвая Ева И она его Знаете, дьявол таким образом Вошел в этот мир У него было разрешение теперь Теперь была власть Теперь был контроль И право Находиться с людьми И отравлять их жизнь Уничтожать их жизнь И он начал с малого Посмотрите, во что сегодня превратилось Какие опыты ставят над людьми Какие опыты стали В этих контрационных В концлагерях Над детьми И это все продолжается сегодня Еще хуже все Опыты, опыты, опыты Жили бы себе спокойно Работались бы, трудили Возделывали бы свои поля Нет Дьяволу это не надо Дьяволу нужно искалечить Божье творение Изменить ДНК человека Думаете, просто так Бог взял И первый мир Уничтожил Нет Не просто так То были уже Не люди Это были Гибриды И только один был нормальный Это Ной Чистый Еще не с измененной ДНК Не будет Бог уничтожать Человека Он всегда будет Давать ему Возможность И 120 лет Пока строил Ной Ковчег Была у людей Возможность Возвать к Богу Изменить как-то Покаяться Но они это не хотели Им Бог был Не нужен Они считали Себя богами И те люди Которые себя считают Богами Как же они Заблуждаются Как же они Заблуждаются Стоит тебе заболеть И ты поймешь Сразу Что ты человек Слабый Мы видим От самого начала Когда люди Идут на компромисс Дорогой брат И дорогая сестра Если ты уверовал И пошел Последовал за Иисусом Ты чистый человек Ты дитё Божье И дьявол тебя Ненавидит за это Что ты покинул Его притом Что ты покинул Его царство Где он раньше Издевался над тобою Где он раньше Манипулировал тобой Контролировал Постоянно Посмотрите Как курильщики По часам Выходят курить По часам Проходят Прямо Прямо Чуть ли не до секунды И они вот В одно и то же время Курят 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 Выходят Курят 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 Что это Они мечтали С детства Об этом Все воняет И от них воняет Они все воняют Стоят Курят Облака Эти пускают Отравляют другим Я типа Это я только себе Это порчу Нет Ты еще окружающим порчишь Ты заражаешь Примером Ты отравляешь Ты позволяешь уже Ты Площадка для действия Дьявола Ты показываешь Молодежи пример А ты же авторитетно Выглядишь Вот молодежь и берет С тебя пример И ты будешь за это Наказан Ты будешь страдать И так во всем Во всяком грехе И так Когда человек Покинул царство тьмы Он стал ребенком божьим Дьявол Всегда будет работать Дальше с этим человеком Новые новые планы Придумывая Как его вернуть Обратно В царство тьмы Для этого он придумал Компромиссы Какие-то маленькие сделочки Какие-то грешочки Какие-то моменты Где дьявол Тебя Потихонечку Возвращает назад С каждым Ведется эта работа С каждым С первой проповеди С первой проповеди Иисуса Хотели скинуть С горы Первая проповедь Иисус Начал проповедовать Синагоги Народ пришел В бешенство И дьявол Пришел в них Внутри Проявился В бешенство От того Что он раньше Иисуса не убил Он понял Все Поздняк Сейчас будут проблемы У меня Надо быстрее Избавиться от него Надо убить Сколько дьявол Хочет на дорогах Убить Сделать аварии Сколько он хочет Просто атаковать Просто Потому что он знает Что это проблемы Христиане Это проблемы Для него Особенно бескомпромиссные Христиане Это проблемы Кость в горле Дьявола И он своим бесам Больше всего Дает заданий Именно вредить Атаковать Предлагать Христианам Чтобы их Переманить Получается Они не причинили Мне Вреда Потому что Я оказался Безвинным Пред ним И пред тобой О царь Я никогда Не делал Никакого зла Царь был Чрезвычайно Рад за него И приказал Вытащить Даниила Из ямы Когда Когда Даниила Вытащили Из ямы На нем Не оказалось Никаких Ран Потому что Он верил В своего Бога По приказу Царя Обвинители Даниила Привели И бросили В яму Со львами Вместе С их Детьми И женами И прежде чем Они упали На дно Ямы Львы Схватили Их И разгрызли Все их Кости Тогда Царь Дарий Написал Ко всем Народам Племенам И людям Всякого Языка Живущего По всей Земле Да умножится Ваше Благополучие Я издаю Указ Чтобы в Каждой части Моего Царства Люди Трепетали Пред Богом Данииловым И боялись Его Ведь Он Бог живой Вечно Сущий Царство Его не Погибнет Владычество Не прекратится Он избавляет И спасает Творит Знамения И чудеса На небесах И на земле Он избавил Даниила От силы Львов И Даниил Преуспевал Во времена Царствования Дария И царствования Кира Персидского Вот к чему ведет Бескомпромиссность Вы думаете Это пастор сейчас говорил? Это говорил Языческий царь Языческий царь Стал проповедником С политической власти С президента Что издается приказ Всем трепетать Пред Богом Даниилова А Даниил Если бы он пошел На компромисс Что было бы? Все как дальше Дьявол бы Свои щупальцы Запускал бы дальше Но Эти щупальцы Не достигли Даниила Пусть они Не достигнут И тебя Ты знаешь Где ты идешь На компромисс Это я только Сказал поверхностную Тему Я затронул Только самую Поверхность Ты знаешь Где твои Компромиссы Ты знаешь Что тебе Не надо делать То что не нравится Богу Ты знаешь Но ты живешь Дальше В компромиссе Бог никогда Не будет тебя Слушать Бог не будет С тобой работать Ты никогда Не сможешь Надеяться На Бога Так как это делают Бескомпромиссные Верующие Которые готовы Заплатить цену Которые готовы Пострадать Ты никогда Не увидишь Такой молитвы Ты никогда Не увидишь Явление чудес Если ты живешь В компромиссе Ты либо Либо Господь говорит Ты либо будь Холодным Либо будь горячим Но пожалуйста Не будь теплым Не будь Двоедушным Не живи На два фронта Не живи На две жены Не живи На две семьи Не живи На два царства Давайте мы сейчас Поднимемся Субтитры создавал DimaTorzok